Кремлька-кирпичка, то они плотненько-плотненько застраивались. Экономия, все тот же кирпич, чтобы не делать двестины, а сделать отбуду. То есть очень разумное и цивильное решение. Она прокляла весь род Новгородского царей Романова и предрекала, что проклятие будет длиться 300 лет, пока будет существовать на земле русского рода Романова. Но и сейчас на странице истории можем видеть, что никто из Романовых не прожил в голубой счастливой жизни, а многие свои смерти не умерли. Снять пример последнего русского царя и проправили Романовой чуть более 300 лет. Видимо, действенно было проклятие Маринкина. А вот с этой самой Маринки теряются. По слухам, она был доставлен сюда, в Коломну, и содержалась в этой башне. Это тоже нечто на своей логике. Ведь там в городе, которую она разграбила и пыталась разжечь, вряд ли она оставаясь на сторонников для побега. Ну а эти мощные чтены крепко хранят свои тайны. А вот как содержалась она здесь, остается только догадываться. Конец. В связи с тем, что в Коломне подходит ополчение Дмитрия Пожарского, она приказывает из города бежать. Но перед этим город разграбить и сжечь. Сжечь ей не дали. А вот разграбить Коломну. Она разграбила полностью. Грабили бедных и богатых. И купечесники дома, и православные церкви. Город был торговый, богатый. Награбили они столько много, что быстро передвигаться. С этим награбленным они уже не могли. И тогда Маринка приказала закопаться где-то в окрестностях Коломны большим кладом. А накрытие пришлось. С творами снятыми из парада в Пятницкий хворот. По городу гуляли очень. В Пятницкую башню видят прозвенную. Видели проем отворот? Теперь можете представить, в каких размерах был этот клад. Если его пришлось накрыть ссорами, снятыми из парадебашни. Это не один сундук. И даже не один босс. Но размер клада на полголе, чем эта комната, такая. И наложил он на клад страшное проклятие. Кто бы никому в руки не дал. Клад искали. Искали их в те времена. Сто-то ищить до сих пор. Но так он и не найдет. Ну а поговариваю, что кто-то близко подходит к разгадке в Сталине. Обычно долго не живет. Маринка же отправляется в Астраханские земли. По дороге на реке Яйк, ныне-то река Урал. Они были схвачены местными казаками и перевезены в руки московских стрельцов. Достоверно известно, что Зарубский и сын Марина Ивана были доставлены в Москву и там при людных изъемных. Зарубский за его злодеяние был посажен на кол. А четырехлетний сын Марина Иван был повешен на въездных породах Москвы. Прелюдно, чтобы все видели, что род Рюриковичей закончился, что у Ивана Грозного нет ни сыновей, ни внуков. Привычный нам пусковой крючок и также с помощью механизма тлеющий петель подносился к запальному отверстию. Но у этого оружия было несколько достатков. Во-первых, в Орле необходимо было носить такое большое количество петеля. Постоянно поддерживать его горение, что он всегда горел. Вы, наверное, все видели, как сельбантовая. Вот это прямые потоки тех петелей, которые носились с обычными. Также был на правом плече. Но и в целую погоду. Такое оружие было практически бесполезно. Петель намокал, газ и процессивыстров был невозможен. Сегодня у вас, ребят, удовольствие приобретение кремниевого танка. Здесь не нужно было с собой фитиль. Достаточно было иметь небольшой запас кремниев. И оружие переносилось уже полностью в талерном лиге. При необходимости достаточно укропать курок. Открыть, пышал полочку, прицелиться и произвести выстрел. При ударе кремниевым металл высекала пискра, в которой подсекал оборок. Просходил выстрел. Продолжение следует... Ой! Пускай гордо. Продолжение следует... 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 И Успенский собор, который, как я вам говорила, вот по канонам Никономити. И Успенский собор, который, как я вам говорила, вот так, вы видите, что уже не очень хорошее состояние, но все равно не пойти, но они несколько в окошки превращены, но это уже дальнейшая советская эксплуатация превращена в такую вещь. Значит, нам надо вернуться с вами, наконец-то посмотреть. Маша, родная, сохранившаяся, и мне очень, я всегда с правой стороны подвожу, для того, чтобы показать, во-первых, вот эту заботовку, а потом, как коломчане использовали кирпич. А помните, я вам говорила, что Марина Мнишев запустила сюда, варварским образом открыл ворота, да? Значит, в чем моя любовь проявляется, в том, что человек даже в провинции хотел очень следовать модным тендентам. И видите, здесь такие четыре коломна, такой сверху портик, просто такая свет, такая блюстрада внизу. Это все, конечно, очень смешное, все очень утрированное, и, конечно, не отвечает классическим образцам, но есть стремление построить дом самых модных ампирных традиций, например, московского жилья. А второй дом, вот он чуть-чуть левее, то же самое, то же самое, в серии, там даже с мансарной пойдет. И как раскрытый старый дом, а посмотрите, он практически врос в землю. Культурный слой, который неизбежно нарастает, и, так сказать, ну, естественные процессы, которые с ним происходят, он практически уже в земле, да? В 17 веке пристроили вот такой чудесный крестовоздвиженский собор и фантазийные совершенно башни. Давайте теперь можно на солнце, которые что напоминают вам, а? Ну, это Кремль московский. Разве? Нет. А, этот, водонапорная какая-нибудь. Что? Какая-то солнечная. Ближе, 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 в Москве, в Москве подсказываю, есть как минимум два объекта. Ну, например, Царицыно и, например, Петровский замок. Казаковский, да, скажите, абсолютно, вот подходишь и думаешь, бам, и свет, так это же действительно одна рука. Это неоготический стиль, то есть это фантазия на готическую тему на русской почве. Да, конечно, можно, ну, вот прям Царицыно и, соответственно, Петровский монастырь. Да, это...